Мадемуазель Майяна. Вот такая вот мадемуазель Майяна. Постоянно светёт, вымахивает, ещё постригла. Смотрите, рост наверное метр восемьдесят даже. Вот такие цветы идут. Очень крупные, не до пятнадцати сантиметров. Сейчас понюху пахнет или нет. Идёт аромат. Отрос небольшой, хотя им стоит четыре из пяти, по-моему, но не сказал, чтобы он не сильно пахнет. Мадемуазель Майяна от Майяна. Вот такая она высокая. Сколько тут метров? Наверное, два с половиной, если не три. Такие огромные цветы, цветёт постоянно. Запах, он такой нестабильный. Есть аромат, нет аромата. Скорее всего, он у меня так вымахало, по тому, как у нас тут подземные воды. Очень немного шипов. Можно сказать, смотрите, на огромных стеблях нету. Вот. Такие огромные цветы. Неплохо стоит в вазе. Как сказать, не пыталась я собирать её лепестки для сушки, поэтому не знаю. Вот. Сейчас пощупаю. Вот лепесток плотный. Всегда пробуйте лепесток плотный. Вот. Единственное, в холодную, дождливую погоду бутоны не открываются и гниют. Ну, в этом году прекрасная погода. Лето есть лето. И вот она неплохо переносит жару. Она на жаре стоит. В общем, вот так вот. Забыла я, когда она начала цвести, но в июне точно, а какого точно числа, не помню. Вот такая вот листва. Здоровая. Не сказать, что блестящая, но вот такая вот. Так. Мадемуазель Маян. 10 сентября. Она ещё цвиздёт. Я ещё её подстригла. Так что она подхватила мученистую росу. Сейчас прибавлю. Вот она там. Ещё подстригла, чтобы не мучиться с этой химией. Думаю, подстригу давай кину. Вот. Вот такая вот у нас роза. Вымахивает вот до такой степени. Я так понимаю, что у нас тут подземные воды очень близко. Потому что я когда копала яму для Kiss Me Kate, то вода пошла. Где-то глубина, знаете, 50 сантиметров. Вода пошла. И слой глины. Так что я думаю, они прорубили слой глины. Ну, у роз очень сильные корни. Вот. Глинные. Я так думаю, что... Поэтому она так вымахивает. Не знаю, никого не видела, чтобы она так вымахала. Ну, смотрите, 2,5 метра. Может, надо до 3 даже вымахать. Нигде этого не пишется. Но всё зависит от погоды, природы, почвы. Ну, пахнет она у меня, конечно, не так, как она пахла, когда я покупала. Ну, впрочем, я, по-моему, 3 из 5 ей даю. 4 из 5 за запах. Хорошо стоит в вазе. В общем, огромные цветы. Я думаю, что цветы у неё до 15, по-моему, сантиметров. Вот. Если будет сильная дождливая погода, и это будет сентябрь, октябрь, ну, естественно, цветы не раскроются. Вот. А так жару переносит хорошо. Ну, это же французская роза. Такое вот у неё листво. И хочу сказать, что она не такая уж и колючая. В общем, я больше и больше проникаюсь к тебе любовью. Говорят, у роз, то есть у цветов тоже есть разум. Так что давай. Я её всё ругала за то, что она не пахнет. Она у меня начала чуть-чуть пахнуть. Вот, видимо, какой-то вселенский разум в неё поселился, и она начала меня радовать. В общем, вот так вот. 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 Вот.